Значит, дорогие друзья, выяснилось, что очень многие из вас не знают, что такое либерализм сегодня. И более того, что такое либерализм последние 110 лет. Так вот, во времена Вольтера, да, либерализм это было про свободу и ответственность личности. Ну, все тактично, мало чего-то по ответственности, она исходно была. И либерализм действительно был прогрессивным учением во времена Вольтера и некоторое время после него. И даже еще в конце 19 века, позапрошлого, если кто не помнит, это тоже было очень прогрессивно. Но на сегодняшний день либерализм практически и в России, и в Китае, и в Соединенных Штатах Америки, и даже в Магадиша. Это совершенно другое время. Сегодня либерализм это служение интересам финансовых спекулянтов против своих народов. Не потому, что кто-то ненавидит свои народы, а потому, что интересы финансовых спекулянтов объективно противоречат интересам всех народов. Так случилось исторически, так случилось объективно. Этот переход произошел в разных странах по-разному. Ну, я наблюдал его на очень хороших, в том числе, людей с 92 по 94 год просто по щелчку, и люди этого не сознавали. В мире это случилось раньше. Первым либералом в современном смысле слова был господин Керенский. В Англии в 21 году вышла потрясающая книга, называлась «Странная смерть либерализма в десятых годах». Потому, что англичане тоже это увидели и изумились. Что случилось? Как это проходило у нас? Я думаю, что в мире проходило точно так же. Нормальный демократ, который за свободу, он, естественно, выражает интересы самой свободной части общества. Самая свободная часть общества у нас какая? Правильно, бизнес. Правильно, бизнес. А дальше участвуйте в политической борьбе. И вы должны, для того, чтобы выиграть, вы должны встать на сторону наиболее сильной части этой самой свободной части общества. То есть, вы должны встать на сторону олигархов в середине 90-х годов Российской Федерации. Потому, что они были самой сильной частью бизнеса. А если вы вставали на сторону свободного малого-среднего бизнеса, вы отправлялись в путешествие, извините, в ватер-квозет. И дальше олигархи, понятно, что они противоречили всем идеалам классического либерализма. Только Чубайсу это не говорите, а то огорчится очень сильно. Как один из ключевых олигархов Российской Федерации до последнего времени. А дальше оказалось, что олигархи это не самые крутые. А самые крутые это глобальные инвестиционные фонды. Фонды фондов так называемые. Потому, что они контролируют больше половины мировой экономики. Их там всего 47 или 48 штук. И если вы хотите оставаться в политике, вы должны служить им. Потому, что иначе вас сольют, и вы будете просто, так сказать, пикейным жилетом. Вы заметили полное изменение позиций? От защиты интересов свободы до защиты интересов врагов свободы. Глобальных монополий, финансовых спекулянтов. Может быть, вы заметили. Но в реальной жизни, когда у людей это происходит в борьбе, в решении конкретных проблем каждую минуту, очень многие этого не заметили вообще в принципе. Слово осталось прежним. Значение изменилось до неузнаваемости. Строго наоборот. Я очень хорошо помню, как вчерашние демократы в начале 90-х выступали за свободу слова. При категорическом условии, что это будет их слово, а не чужое. И уже в 96-м году в реан-новости цензура, как мне рассказывали монстры советской еще в журналистике, была намного круче, чем в советские времена. В 96-м году до президентских выборов, на всякий случай уточню. И не в связи с президентскими выборами, а это были публикации на заграницу. Даже в 96-м, да. И вы защищаете неприкосновенность частной собственности. При условии, что это ваша частная собственность. А так вообще вы занимаетесь рейдерством. Потому что это крайне эффективный бизнес. И вы выступаете за независимость судов. И независимость прессы. Независимость от государства. Но для того, чтобы они были карманными вашими, чтобы вы решали их конкретные задачи. Кто у нас создал самое мощное независимое медиа? Товарищ Гусинский НТВ в 94-м году создавал. Помните такого? Так что это началось с Керенского. Это началось в 10-м году. И когда мы сейчас говорим слово либерал, это не про свободу. И совершенно не случайно сегодняшние либералы, очень искренне, очень четко и очень последовательно. Не видя никаких логических противоречий, защищают фашистов против нас с вами. Не потому, что они глупы, а потому, что они правы. Потому что сегодняшний либерализм, это и есть сегодняшняя реинкарнация фашизма. Просто фашизм решал задачи во времена индустриальной экономики, когда крупные корпорации выжигали средний класс, и нужно было сделать, чтобы средний класс не восстал. Ему говорили, ты лучше всех, потому что ты принадлежишь к этой нации. Социализм для тебя, для остальных ад, ты рабовладелец. Это был фашизм индустриальной эпохи. Фашизм постиндустриальной информационной эпохи, либерализм нынешний. У него та же самая проблема. Управляющая система та же проблема. Средний класс умирает. Он истребляется финансово-спекулятивным капиталом, фондами фондов. Как сделать так, чтобы он не возмутился? Ему говорят, ты самый крутой, ты самый креативный. Ты должен быть властелином этого мира, потому что тебе интересно и прикольно жить. И мы с тобой немножечко будем делиться. Каждый день все меньше, но будем делиться. А тех, кого мы грабим, это же ватники, это же быдло. А их нужно, как это говорили про донецких на Украине в 2014 году, они так мерзко живут, что их нужно освободить от страданий, которые доставляет им их никчемная мучительная жизнь. Убить их надо. Это не было преувеличением, так говорилось. И многие так говорят до сих пор. И многие так говорят про русских до сих пор. И именно это сегодняшнее лицо либерализма. Есть некоторое количество честных людей, которые заблудились в эпохе, перепутали. Я знаю троих честных либералов. Один из них сошел с ума, правда. А другой сидит, но у третьего все хорошо и все будет хорошо. Но я думаю, что будет неправильно называть их фамилия, потому что, возможно, есть еще парочка. Спасибо.